Анна Табанина приобрела широкую известность в 2003 году с выходом 127 серийной мелодрамы «Бедная Настя», где сыграла старшую дочь княгини-долгорукой Лизу. Этот фильм принес шумный успех абсолютно всем участникам проекта, но в отличие от остальных Табанину, такая популярность напугала, стала сильно напрягать, ей захотелось скрыться от журналистов, стать невидимой, раствориться. Через два года Ризо Гигенеишвили позвал Анну в свою приключенческую драму «Девять месяцев». Тогда эта тема уже была близка актрисе, она встретила свою любовь художника Дмитрия Кудина, вышла за него замуж, обвенчалась в церкви сразу, детей они не планировали, но один за другим, с разницей, полтора-два года появились их сын и две дочки. К третьему ребенку они оба оказались не готовы. Анна мечтала похудеть, а муж хотел элементарно поспать ночами потом. Правда, просил прощения у малышки Симы, что испугался ее появления на свет. Девочка стала его любимицей полностью, похожей на папу и внешне, и внутренне. А в 2014 году у Дмитрия обнаружили саркому счастье, оказалось совсем недолгим близкие друзья. Делали все возможное, чтобы вырвать многодетного отца из лап коварной болезни, но все попытки оказались тщетными. Когда Дмитрия не стала актрисой, забрала детей и перевезла их к своим родителям в город Пушкин. Замкнулась в себе, не хотела никого ни видеть, ни слышать. Спасла ее работу, просидев больше года в заперти Табанина вернулась в столицу и с головой ушла в съемки. Время шло, дети росли, Анна рассказывала об их успехах и способностях, а о своей личной жизни помалкивала, говоря, что занята только карьерой и воспитанием. Но жизнь продолжается, и вот уже в социальных сетях она поменяла печальный статус. Вдова на обнадеживающие в отношениях, а вскоре подтвердила намек снимкам. Правда, лица мужчины не видно, он снят со спины. Поклонники Анны очень рады за свою любимицу, ведь такая красивая и молодая женщина, безусловно, заслуживает настоящего женского счастья. А вот в кино ее сейчас зовут не так часто, как хотелось бы. В настоящее время она работает над ролью Ксюши в драме Сергея Жигунова «Горюнов. Корабль. Отстоя», который совсем скоро выйдет на экраны. А вам нравится эта актриса? Пишите свои мысли в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok